здравствуйте дорогие друзья сегодня на нашем youtube канале день тв программе заправка мозга вновь будет доминировать сергей вячеслав савельев я напоминаю что нам очень нужны ваши вопросы если передачи понравилось сначала пишем комментарий потом ставим лайк если не понравилось сначала ставим лайк потом пишем комментарий в любом случае подписываемся на канал но если серьезно сегодня хотелось бы поговорить о такой неожиданной может для вас теме как космос ну как неожиданная тема вещь мечта человечества полет на луну и столкновение с марсиадами это самый продаваемое кино но вот как раз нам задали вопрос наши зрители работает ли принцип люди способны объединиться только перед общей опасностью либо для реализации единой глобальной цели общего дела или возможно еще какие-то механизмы объединения и в отсутствие общей опасности не пора ли не пора ли ставить единую цель наподобие колонизации космоса или океана то есть нужна ли человечеству некая единая цель выходящая за рамки до понять биологических потребностей вопрос то стоит из двух частей значит вот прилетели к там инопланетяне что ну вы же сами понимаете тут же начнутся торговаться пытается вы попытаться выторговать себе что-нибудь повыгоднее этих инопланетян то есть обмануть других и значит получить технологии еще что-нибудь это многократно отражалось кино то есть это свойство конкуренции оно биологическое никуда но не делась естественно оно будет также работать а вот колонизация прочее пока не закапает как пока гром не грянет мужик не перекрестится то есть это должно быть осознанная деятельность то есть человек должен осмысленно понимать что происходит не для того чтобы украсть деньги с бюджета как это происходит во всех странах занимающихся космическими проектами не для лечения без исключения не для того чтобы найти себе высокооплачиваемую работу и имитировать некую научную деятельность а для того чтобы это был хотя бы один человек хотя бы в одном космическом агентстве который бы реально хотел что-то сделать илон маск он хочет илон маск он пижон понтарь самоучка и к тому же бюджетный человек абсолютно он делает то что ему говорят бюджет нашим деньги дают собственно а все эти машины с моторчиком китайскими батарейками но это куром нас но этот пиар-компания да он делает за большие деньги также точно как делает фирму boeing по заказам американского правительства еще подряд субподрядчик на все все это вся эта самостоятельность она липовая от начала до конца это хорошо известно вот илон маск хочет выпендриваться у него культ личности оголтела и вот это он хочет точно доминировать да доминировать как любой крупный бабуин в стае но больше по моему никакого осмысленного я там смысленно и деятельность не вижу поскольку все его рассуждения но это уровень журнала техника молодежи где-нибудь 75 года до идеи почти все разработки примерно оттуда же все идеи у кого есть подборочка журналов можете столкнуться правда там не будет написано что это илон маск но вот и место что интересно он все-таки поставил вопрос о деградации человечества видно его даже это задело но он просто сталкивается человечеством он особенно с американским конгрессом и там с оборонщиками где он деньги это же задает вопрос вообще куда мы вообще идем и правильно ли идем но вот вам хотелось бы этот вопрос задать ну и илон маск если меня спросит а скажу отлично я сюда вы всегда с удовольствием отвечают такие вопросы но сколько стоит будущее человечества так давайте илон маск быстренько сосчитаем на калькуляторе и вот 10 процентов от суммы ну как при строительстве любого здания 10 процентов на проект и тогда поговорим вы хотите получать ответы бесплатно нет не получишь самого маска как известно пальцем не шевелить бесплатно он только ставит да да поэтому будущее человечество пожалуйста вопрос за сколько значит космос нам нужен по-вашему космос потому что я вот слышал разные точки зрения некоторые говорят ну какой космос зачем нам все это мы еще там землю не освоили там нам если здесь у нас космос как бы есть стоит из двух частей есть прикладная часть потому что нужно осваивать пространство и это只 чистой биологической конкуренции не будем осваивать будь то американцы исследовали не будет американца будет китайцы еще кто-нибудь это не имеет как про долгосрочные программы потому что то что касается прикладных вещей тут очевидно то в общем то уже какая-то прибыль начинаетсяreek прибыль начинает что касается полетов на луну и так далее надо это нам или не надо как виду биологическом Как биологическому, конечно, надо. Потому что мы, как паразиты, готовы расселяться везде. Как известно, хороший фильм был такой, «Люди в черном». Во многих системах галактических мы считаемся заразными болезнями. Так что мы примерно то же самое. Это есть такой анекдот отличный про космос. Летят две планеты, одна говорит, знаешь, у меня люди завелись, ужасно чешутся. Он говорит, ну, ты постарайся не чесаться, это скоро пройдет. То есть вот все наше человечество, на самом деле, это скоро пройдет. Поэтому, конечно, расселение должно быть. Это биологический процесс. Он не остановится ни из-за чего. А мы можем говорить, что он вообще, это естественное свойство человека? Да, конечно, конечно. Пока нас не уничтожат, или мы сами себя уничтожим, мы будем расселяться. Экспансия – это вечный процесс. Тем более, есть куда. Наша даже вшивая галактика, это содержит, у нас, насколько мне известно, уже найдено больше шести с половиной тысяч солнечных систем с планетами. Экспланеты. Это есть куда уже ползти. То есть надо думать на эту тему. Другое дело то, что очень мало об этом думают раз, мало разрабатывают два, вкладываются в это плохо, это три. И до сих пор это был просто мелкий государственный выпендреж. Все эти программы, все эти полеты. Да и сейчас это, в основном, по-моему, делается для того, чтобы поддерживать технологический конвейер по изготовлению этих спутников, по изготовлению этих орбитальных станций и прочее, чтобы технологию не утратить. Потому что биологические исследования, в которых я участвовал, в которых могу говорить, они, конечно, велись на моих глазах больше 30 лет. То есть вы более 30 лет уже связаны с биологическими исследованиями? Да, да, непосредственно с биологическими исследованиями, начиная со спутника 1887, это известный спутник. Вот с него, это было уже очень много лет назад, там всегда была огромная подготовительная часть. И в советские времена она была тщательная очень. Но те технологии давно умерли. То есть нельзя с теми технологиями, когда там нужен тебе был какой-то простенький прибор из трех частей. И вот, значит, на заводе, на военном лучшие мастера делали 50 экземпляров, из которых потом выбирали один или два, которые пойдут в дело. Ну, это уже не годится, так нельзя. Нельзя в таком количестве столько вкладывать в эти приборы, иначе они станут золотыми. Но это не значит, что этим не надо заниматься. Просто это надо заниматься более разумно, более дешево и более рационально. Потому что вся система космических исследований – это гигантский монстр с очень маленьким выхлопом. Ну, приведу пример. Мы запускали, это есть и таких гекконов в контейнерах, которые там жили. Это очень интересное существо. Отдельный разговор, что там было. Но у меня сотрудник для того, чтобы отработать технологию, так на уровне радиолюбителя, который, он спаял такой прибор за 100 тысяч рублей со всеми прекрасными сертифицированными деталями. И это было чуть не в несколько тысяч раз дороже, когда мы делали на заводе, причем он был сделан хуже. Вот вам пример. То есть вот этот монстр, который на самом деле у нас стоит над космическими программами, да у американцев тоже самое, мы с ними много сотрудничаем, он на самом деле съедает 99% денег нецелевым образом. Ну, так устроено. То есть это такой большой бизнес остался с времен секретности вот этого всего, то есть которая закрывала все эти расходы и прочее, прочее. На самом деле... Опять же, главной целью стоит не наука, а просто заработок. Да. Тех фирм, которые включены в технологическую цепочку. Фирм, организаций. В том числе и у нас? Да, конечно. Такой провокационный вопрос. Так нет, я про нас и говорил, про этот блок вот этот с иконами. Это естественно. То есть мне сейчас сказали, а что надо делать? Не ругать никого, что надо делать? Я могу сказать, что это ни в коем случае ни с одним заводом, который раньше производил это все оборудование, бы не связывался. Ни в коем случае. Потому что на лицо, кажется, передовые вещи, а ты заходишь вовнутрь, и там станки... Имитация за большие деньги. А там за большие деньги старик 80-летний точит на станке, привезенном в результате из Германии в 45-м году, точит гайки для этого прибора. Это куром насмех. Это вот реальная обстановка. Поэтому, вы знаете, конечно, от этого надо от всего отказываться. Когда два пионера могут спаять из современных деталей прибор в 10 раз надежнее. А уж уровень... А западный уровень, думаете, там-то по-другому. Это ужас. Вот недавнешний, один из последних биоспутников. Немцев поставили туда своих рыбок. Ну и чего? Все рыбки сдохли. Почему? Потому что у них одна лампочка перегорела. Как можно запускать на орбиту биологический комплекс жизнеобеспечения непродублированный трижды? А там этого нет. У них просто лампочка перегорела, все сдохло. Хотя это... Это немцы, аккуратные. Экономия, европейская космическая агентство. Ой, я не хочу даже говорить. Там уровень необразованности и непонимание того, что происходит, просто бесконечен. Те же самыми крысами эксперименты. Это нелепость за нелепостью. Когда там американцам в частных разговорах-то говоришь, ну зачем вы пытаетесь там работать на крыс, когда они еще пытались что-то делать? После прихода Обама, как известно, там почти все затихло. А он посадил настоящих патриотичных афроамериканцев туда. И исследования закончились на этом. Но он снял специалистов, посадил своих. Вот результат. Значит, мы говорим, что ну как же крысы? У нас огромный опыт. Были блестящие ученые, типа Серовый, которые занимались этим десятки лет. Профессионалы супер. Которые эти крыс первые вообще запускали в космосе, разрабатывали контейнеры. Они говорят, а нам этого не надо. Мы должны пройти весь этот путь самостоятельно, иначе где наша зарплата, где наша пицца. Вот и все. Они не хотят. Цель не изучения космического пространства, а получения хорошей зарплаты. И в этом ситуации ничего никогда не будет там. И даже объяснить. Вот у нас недавно отмечалось несколько лет назад 50 лет исследований проведения биологических экспериментов в невесомости. Я на протяжении из этих 50 лет, 30 я пытаюсь объяснить, что, ребята, вы как-нибудь давайте сделаем так, чтобы можно было отличить влияние космического пространства, то есть невесомости, на животных. Потому что так, вы их просто посылаете, мышей и крыс, они там болтаются, вот так. Стресс, флотирование, то есть полета вот этого, бесконтактного. Вы никогда не можете отличить от влияния собственной невесомости. Знаний на эту тему ноль. И все это продолжается. Мы опять можем крыс посылать, там это все, бредятина всякая. Почему? Потому что всех интересует процесс, никого не интересует результат. И с огромным трудом удалось договориться о том, что мы будем использовать гекконы, потому что что, они прилипают. У них хотя бы нет стресса флотирования. Это не значит, что там стресса нет, там еще работать и работать. Но они хотя бы прилипают. Стресса флотирования нет, мы можем отдифференцировать хотя бы какие-то самые грубые механизмы реакции к цене этой невесомости. Мы их не знаем. Это раз. Во-вторых, почему я считаю, что крысиная тематика и там уж особый идиотизм, это запуск обезьян. Особенно там одной и двух. А у нас американцы уже это любили как раз. Да, и мы любили, конечно. У нас же что? Специальные питомники, там это танцы. Особенно как хорошо ездить можно было на юга в эти питомники. В Сухуме, да. Да, в Сухуме. Потом у нас был еще один совершенно нелепый проект, когда все дружно стали ехать, ездить в Чехословакию тогда. Давайте исследовать перепелов. Уж больше глупости, чем исследовать птиц в невесомости. Представьте себе, просто невозможно. Что, у нас нет других животных, у нас есть рептилии, в которых яйца развиваются точно так же. Какой смысл? Ну, это же можно было к чехам есть и пиво пить. И вот это весь смысл проекта, другого нету. Конечно, это все продавалось, это дружба между странами, социализма, это передедовые технологии. Когда они начинались от этого, отказался категорически. Я все понимаю. Давайте, может, ворон пошлем? А не понадежнее. Получается, что человечеству, с одной стороны, жизненно необходима вот эта космическая экспансия, с другой стороны, получается, что у нас продолжают превалировать вот эти старые подходы. Самое главное, старые подходы здесь. Когда мы ориентированы не на результат, а на процесс. Всего лишь на процесс. И там многие вещи, например, все равно планируются с тупостью удивительной. Ну, представьте себе, у нас сейчас основная проблема, вот мы там говорим, Марс, Венера, к Плутону, кар-кар полетим. Полетите. Конечно. Куда вы полетите, когда у вас за магнитосферу Земли ничего не вылетает, у нас все это крутится, включая мусор вокруг планеты. Надо туда хоть что-то запустить. А что вы запустите? Крысятник с 10 крысами для проверки? Или полуобезьяны? Потому что целиком уже не прокормишь, чтобы она на дальнюю орбиту вылетела. Что вы будете там посылать? Крысам надо такой размером с вивари, с размером МКС запускать, чтобы их кормить и просить дерьмо упирать. А если мы берем тех же самых гекконов, пожалуйста, вы можете поставить там 50 гекконов, и они будут там у вас летать вокруг Луны, возвращаться назад, возвращаться на орбиту. Мы хотя бы поймем, что там происходит за магнитосферой Земли. Это же неизвестно. Никого не колышет абсолютно. Ни наших, ни американцев. Мы будем осваивать Марс. Что вы там будете осваивать? Вы долетите, может быть, полудохлые. Давайте запустим вот тех, кто может там жить. И как-то разумно эти блоки. Давайте проводить исследования, которые действительно нужны. Потому что, ну, это я приводил пример. В свое время американцы остановили, хотели размножаться на орбите. Ну, в общем, уже порнушка. Можно рассказать нашему? Порнушка там. Они чуть не снимать хотели, как они там будут экзотически, значит, спариваться. Ну, вот. И был, был, был большая дискуссия задолго до этого. И потом, значит, предложили все-таки давайте сделаем, пошлем туда крыс беременных. Ну, это было торжество американской технологии, самой передовой в мире. Вы, надеюсь, понимаете, уважаемые слушатели. Она состояла в том, чтобы разрезать крысу, посмотреть, что она беременна, и зашить. Ну, сами понимаете, не рентгенов аппарата у нас нет. Рентген еще не родился к 90-1990 году. Еще УЗИ не было, диагностики. Надо раскрыть, посмотреть, потом зашить. Надо запустить. Да, чтобы запустить наверняка. Американский подход. Прекрасно. Вы представляете, стресс после такой операции беременной крысы. Американцы, с них больше взять нечего. Они запустили такие там, да, потом эти крысы прилетели. Что они делают? Они до сих пор там пятое поколение крысиного космонавта. Интересно, деньги из Конгресса до сих пор списывают. Потому что эмбрионов там выделили очень немного, которые все это прилетело. И обрабатывалось у меня в лаборатории материал по большей части. И мы увидели, что там у них есть полетные изменения мозга, там связанные с дифференцировкой. Мы назвали специфически полетные поры на сфале, и все эти материалы были опубликованы. Там можно, на самом деле, это условное название, но смысл такой, что там нарушается нейрогенез, дифференцировка. Это как подкорка. Причем это 70% эмбрионов, тех, которые нам достались по этому договору, оказалось такими. Ну, вроде, те не стали размножаться. Это курам на смех. То есть, они были готовы размножаться непосредственно сразу, как только их запустили, мальчики сделали. Это же сумасшедший дом. То есть, это пиар-компания, бессмысленная, никому не нужная. А регулярных, если это не ведется, ну и чего, сейчас давно биологические спутники летали непилотируемые, давным-давно. И еще долго не полетят. Почему? Потому что очевидность этих исследований непонятна. Четкой программы нет. Потому что задачи решать никто не хочет, конкретные. Никто не ставит. То есть, нет политической воли. Тут должна быть жесткая политическая воля. Мы летим там на Марс, мы осваиваем планеты. Давайте четко проведем комплекс биологических предварительных исследований, которые дадут ответ на краеугольные вопросы. И давайте их не имитировать, а реально проводить. Этого не делается. И этим никого не занимается. Слушайте, этим радостно займутся. Потому что до реального исполнителя доходит 5% денег. Как только сейчас будет бюджетное выделение, не будет стоять человек, который будет контролировать эту цепочку от начала до конца, 95% денег будет освоено в совершенно другом направлении. Потому что мы можем, к сожалению, констактировать, что в нынешних условиях, с нынешними подходами мы никуда не полетим. Да. И это все будет бесконечно ломаться и падать. Потому что должна быть политическая воля и четкое желание добиться некоего результата. Этот результат должен быть сформулирован. Это не должен быть процесс. Результат достаточно четкий. Например, спутники Юпитера и там, например, Марс. Ну хорошо, пусть будет Марс. Любая идея, даже пусть самая сумасшедшая, но если ее последовательно осуществлять, она даст результат. Тот или иной результат она как-то даст. То есть или сама реализуется, или даст какие-то побочные продукты, но ее надо осуществлять. И осуществлять целенаправленно, пошагово решая те же самые космические важнейшие задачи. И никто за нас не решит. А американцы, у них там это все по-другому. У них давайте лягушечек запустим. Дети будут их в аквариумах выращивать. Или там детский эксперимент. Слабоумные подростки придумали, значит, такой-то, да, придумали спутник килограммовый. Господа, очнитесь. У нас есть реальные научные задачи, которые нужно решать в условиях невесомости. Причем много. Там есть не обязательно биологические, есть кристаллография, есть биохимия, есть протеомики, там всякие задачи, серьезные, разделение веществ и прочее, прочее. Это же тоже стоит на месте. Это тоже не развивается никак. Я уж про биологию не говорю. Ну, хорошо, вам непонятно, для чего это делать, но все остальное-то есть совершенно конкретные физические задачи, которые нужно исследовать. Вот, а это не проводится. Ну, и здесь в целом-то очень все идет тяжело. Мы даже космос окружающий плохо исследуем. Много там телескопов этих, которые стоят. Они мало, их мало, они убогие на самом-то деле. Достижения более чем скромные. К сожалению, это все двигается потому, потому что там, собственно говоря, это не нефтянка, прибыли мало. Ну, это проблема как бы государственной системы. А вот здесь, если посмотреть на этот вопрос немножечко так шире, вот нет ли у вас такого чувства? Однажды я был в достаточно бестолковом мероприятии, и вот там обсуждался вопрос, почему развалился СССР. тоже такое бестолковое обсуждение, но многие пришли к выводу, что, дескать, была поставлена задача создать нового человека, новый человек не был создан, и из-за этого вся система развалилась. Но вопрос-то заключается в другом. Я услышал одно интересное мнение, привели в пример Юрия Алексеевича Гагарина. Сказали, ну как же вот, если может быть массово создать нового человека не удалось, но вот какие-то такие отдельные примеры, там Королев, Гагарин, кто-то еще, это же действительно были советские люди, люди нового поколения. Вот нет ли у вас такого чувства, что человечество как раз и зашло в тупик вот с этой биологической экспансией, в том числе и потому, что мы действительно до сих пор еще так и не могли создать вот этого нового человека, который только и сможет осваивать эти пространства. Так а мы его не создавали. Человечество никакого человечества не создавало. Я в книжке бесконечно пишу о том, что мы живем в системе эволюционного процесса. Обычного, все того же самого, который был там 5 миллионов лет назад, ничего не изменилось. Мы замаскировали его законами, правилами, религиозными традициями, тому и еще бог знает чем. Но он как продолжался, так продолжается, причем нарастая. То есть, эволюционный процесс идет все более жестоко, уничтожение людей все более ужесточается, все более принимает массовый характер. Мы об этом говорили в прошлой передаче. То есть, о том, что там не еда, медицинские препараты и все остальное. Но вопрос-то в том, можем ли мы старым человеком вот этим, как бы, старым человеком что-то сделать? Или мы будем продолжать имитировать, в том числе в области космонавтики? Имитировать. Будем также имитировать. В чем преимущество Советского Союза было колоссальное? Ну, во-первых, они решили проблему человеческой индивидуальности, они нашли алгоритм, вложив в это деньги большие. А во-вторых, они попытались за несколько поколений действительно создать этот новый человек. Процесс уже прерван. К этому вернуться будет сложно. Но можно ли мы говорить о том, что действительно какие-то отдельные представители? Нет, это нельзя так говорить, потому что это пока не система. То есть мы утратили, то есть вот как раз сейчас другие представители доминируют, не те, которых выращивали в Советском Союзе. Да, Советский Союз методом вот простого социального отбора, по сути дела, пытался решить эту проблему. То есть это была одна из первых, скажем так, почти вековая попытка создать людей нового типа под контролем рассудочным, то есть исходя из здравомыслия. Не из религиозных традиций, а из здравомыслия просто. Даже не тот же Гагарин, а Янгель, абсолютно из простого народа, из глухой сибирской деревни. задача была создать людей, исходя из принципов здравомыслия, но у них не было чего. У них не было инструмента отбора. У них инструмент отбора по поведению. Ну, это хороший инструмент. Но вы знаете, что человек, задавшись целью добраться до распределителя ЦК КПСС, может совершить много подвигов, и я видел таких. Сейчас эти клоуны называются членами списка Форбс. Бывшие комсомольцы, которые как раз ради этого в комсомолы пошли, ради колбасы. И они имитировали там заботу о народе. Такое, собственно, глазами это все видел. Это был ужас, какие они были борцы за колбасу из цыковских распределителей. Просто сплошная забота о народе. Так вот, эти люди, к сожалению, проникали в эту систему. То есть, там, где было жесткое по результатам, типа Гагарин, Королев, где надо было танк строить из пушки стрелять. Да, нужен был конкретный результат, который невозможно было сымитировать. Иначе на Колому. Да. Там шел реальный отбор. А вот эти вот в цыковые ЛКСМ и райкомах, и обкомах, это была совсем другая публика. Но вот, здесь не надо путать. Там отбор шел как раз негативный. Они вот сейчас все в Форбсе сидят, поэтому. Ну вот, и нам нужно было иметь инструмент. Если бы в Совдепии до конца осознали то, что они сделали еще до Второй мировой войны в области анализа человеческого мозга, уже бы к 70-м годам был бы создан воксельный томограф, тот самый, который необходим для анализа человеческого, которого мы надеемся, что я дождусь, тогда бы они бы вот эти знания по свойствам человеческого мозга, при жизненном сканировании и пониманию человеческих свойств смогли бы приложить к массе людей, тогда, у них бы был инструмент отбора. Сколько ты не вришь, что ты за народ и за советскую власть, но если у тебя на томографе между полушариями выползает колбаса с салями, ничего не получится. То есть, это обмануть нельзя. Это не слова, это не IQ, это не психологические тесты, никакая-то керунда. А это реальная конструкция мозга. И по этому принципу уже давно бы мы создали действительно целую популяцию людей с контролируемыми свойствами. Самое главное не то, что там отбирать каких-то особенных, а самое главное отбирать идиотов. Не допускать. Не допускать идиотов к кнопкам, к банковским деньгам, к управлению страной, к управлению средствами массовой информации. В искусство идиотов не пускать, чтобы они не разрушали изнутри всю систему, будучи имитаторами биологических процессов. Вот в чем дело. Сергей Вячеславович, тогда возникает такой вопрос. С одной стороны, вы сами неоднократно говорили о том, я считаю совершенно справедливо, что настоящий талант или гений, он тем и отличается, что его, в общем-то, невозможно скрыть. Вот, допустим, гениальный скульптор Антонио Канова, итальянский, он там вырезал из масла какие-то фигурки, еще не владея совершенно знаниями профессиональными. Либо там хрестоматийный пример с Блэзом Паскалем. Когда он был мальчиком, его отец очень боялся, что он увлечется математикой, потому что он уже проявлял какие-то способности, и сознательно не допускал до него учителей, кто обучали его алгеброгеометрии. И однажды, значит, он пришел домой и увидел, что вот ребенок что-то рисует на песке. Он спрашивает, что это такое, и оказывается, даже не зная название фигур, не зная название, он сам вывел доказательства 32-й теоремы из начала Эвклида о сумме углов треугольника. То есть, с одной стороны, получается, что талант, он действительно пробьет себе дорогу, как хорошие пословицы. Не всегда, не всегда. Дело в том, что талант такой пробивает себе дорогу, у которого хватает всего еще остального. Именно поэтому талантливые люди с таким большим мозгом. Потому что у него часть мозга посвящена обеспечению материального его таланта и гениальности, а другая часть делает его социально устойчивым, активным человеком. Но таких людей очень немного. У нас есть масса гениев, которые в социальной деградации находятся. Вы посмотрите, в какое отношение социальное у Перельмана. Ну, куда тут? Он гений, да, гений. Но социально он не может, как некоторые псевдогении, ходить, стучать кулаком там, как раньше в ЦК партии в парткомы или еще что-то писать. Вот у нас, к сожалению, люди, которые это все делают, добиваются грантов, больших денег, признаний, обычно ничего из себя не представляют. Это социальная доминантность, а научная доминантность это результат. А ты смотришь там на других математиках по социальному Перельману. Ребята, вы что сделали-то? У вас там ни один институт. И все, и все вопросы говорят. Но при этом Перельман, он не может быть его как раз, что с ним произошло. Он просто, несмотря на то, что он был загнан, так сказать, в социальный андеграунд полнейший, он продолжал заниматься своими делами, дал результат. И выгнал результат. Тогда бы результата не было. И никто по нему не вспомнил. Вот в чем проблема. У нас много людей, у которых нет возможности социальной адаптации, а при этом они гении. Это не значит, что все идиоты гении. Там дети индиго, которые писаются под столом в школе, это не гении. Как правило, это распущенные родители. А вот реальные гении, ну для этого их надо объективно отбирать. А чем ты будешь их отбирать, если нет проявлений? Ну вот, мы возвращаемся опять к серебральному сортингу, к тому, чего не хватило коммунистам, чтобы сделать нового человека. Объективных методов отбора. Ну получается так, что, как сейчас шутят в интернете, если не сделаем это мы, то за нас это сделают солдаты НАТО. И если в любом случае прогресс не остановить, если не мы начнем заниматься этими исследованиями, то нас просто опередят, и кто-то все равно это сделает. Да, это не солдаты НАТО, просто мы даже не заметим, что с нами произойдет. В этом-то гениального подхода. Ну я очень надеюсь, что мы в следующий раз это обязательно обсудим. Да, хорошо. Спасибо вам, громадный Сергей Вячеславович. Всего хорошего. Спасибо, дорогие друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok